здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас будет звучать гитара уж какие только инструменты здесь у нас не бывали осталось нам только рояль к нам привести но так или иначе детская школа искусств номер 4 сегодня у нас в гостях и вот впервые наверное за всю историю нашей программы сейчас будет звучать даже не одна гитара а целых две мы сначала услышим маленький фрагмент а потом познакомимся с гостями поехали и ну и и и Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Вот такое начало. Я рад приветствовать в нашей студии Марию Юрьевну Костюхину, преподавателя детской школы искусств номер 4 городского округа Люберца, заведующего гитарным отделом. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. Здравствуйте. И Екатерина Михайлова, ученица этой школы искусств, будущая звезда. Вот, уже вся в кольцах, вся в браслетах, как положено. Если позволите, первый вопрос, Мария Юрьевна, давайте сразу к вам. Вот. Вообще девушка с гитарой. Когда-то давно, в 60-е годы, даже в 70-е, ну, это был такой образ. Там было много негативных всяких вариантов, я имею в виду образов. Это курящая женщина, да, курение вредит нашему здоровью. Мы, кстати, об этом ещё сегодня вспомним. А помимо всего прочего, конечно, это был образ, когда такая эмансипация, с одной стороны, с другой стороны, женщина начинает отбирать что-то у мужчин. И, ну, скажем, водитель женщина, тоже 60-е, 70-е годы автомобиля, и женщина с гитарой. Конечно же, потом наступают 70-е, 80-е, мы видим, что и в рок-музыке, и в поп-музыке женщина с гитарами и так, и сяк. И у нас появляется потом, чуть позже, целый трио с гитарами. Но всё равно, девушка с гитарой, это что за образ? Вы-то как к этому пришли? Это моя мечта детства. Я с детства хотела стать музыкантом. Я в первый раз увидела гитару на улице. Ученик шёл с чехлом от гитары, и я сказала маме, мама, всё, это моё. А мама, наверное, хотела рояль или скрипочку. Нет, мама, вот родители, они полностью поддержали мой выбор. Но единственное, это было слишком рано для меня. Мне было всего 5-6 лет. Я была ещё маловато для того, чтобы поступать в школу. Но прошло некоторое время, и я опять маме сказала, мам, ну что там у нас с гитарой? Вот, и мы буквально очень так вот поздно, я бы сказала, что в конце августа, когда экзамены начинаются в мае, да, вступительные, мы пришли поздно. И нас взяли, как раз было одно свободное место, чтобы поступить в класс гитары. Вот к преподавателю в музыкальной школе номер 4, где я сейчас и работаю. Это моя родная школа, это моя родная школа. То есть там были первые шаги, а теперь уже профессионализм. Да. Теперь вы уже дарите свой профессионализм вот таким же ученицам, как, например, Екатерина. Екатерина, ну а ваш-то путь как в гитару, это что, модно сейчас? По-моему, сейчас, ну для рок-н-ролла, наверное, русский рок-н-ролл, есть же такое направление. Ну, на самом деле я увидела. Что-нибудь такое, петь про правду, про честность, про любовь. А я у папы первый раз увидела гитару. Так. Ну, была акустическая. В городе у нас стояла, я подумала, мне надо. Я увидела, начала играть потихоньку. Первый раз, когда зажала аккорд, ничего не прозвучало. Я у папы подхожу и говорю, почему гитара не звучит? Ага. И говорит, сильнее зажимай. А, да, да. А, то есть, патики. А я изо всех сил шала, а там железные струны стояли. Я подумала, мне надо. А я как раз-таки тогда и начала тяжелую музыку слушать. И поняла, что... А, я угадал, значит, тяжелая музыка все-таки, да? Да. Очень большое влияние тут неслось в свой вкус. Ну, сейчас вы сыграли, давайте сразу скажем, а то некоторые наши, может быть, телезрители не в курсе, что это за произведение. Может же такое быть? Ну, конечно. Как оно называется, чье оно? Ну, может быть, хотя бы чье. Это группа «Металлика». Произведение наше любимое и любимое всех, кто слушает группу «Металлика» по сравнению с остальными пьесами. Это «Националс Мэттерс». Песня «Националс Мэттерс». Ну, такая средней тяжести коллектив, да? Который иногда заносит в тяжесть, иногда отлегчает, да? Тем не менее, мы поговорим, конечно, сегодня прежде всего о гитарном искусстве, потому что для того, чтобы работать в любом жанре, в поп-жанре, в рок-жанре, в классике, да, все равно нужно уметь играть на струнах. Вот, Мария, насколько сегодня вообще популярно, ну, вот есть такие одержимые люди, как Екатерина, украл у папы гитару, на ней играть. Да, еще я помню, кстати, тоже эти стальные струны, мы покупали какие-то смешные деньги, но гитара такая была, что она, в общем, много всего происходило в молодости, но, тем не менее, многие хотят научиться на гитаре, но не получается. У нас в нашей школе искусств в этом году 51 учащийся. Это второй отдел после фортепианного отделения по величине учащихся. У нас 51 человек в этом году, 4 преподавателя, и это еще только бюджетное отделение, ведь у нас есть еще и платное отделение, на котором обучается еще больше 30 человек. Больше 30. Итого 81. Итого 81. Да, 81. Круто. У нас 4 педагога. А кто, кстати, педагоги? Давайте сразу раскроем эту тайну. Я хотела бы сказать, что первым педагогом, первооткрывателем этого отделения была моя педагог по гитаре Горшкова Ольга Николаевна. Это моя педагога, любимая, первая. Также у нас на отделении работает Потапов Леонид Федорович и Валентина Федоровна Гончарова. Это тоже вместе с Ольгой Николаевной первые педагоги, наши маститые преподаватели. Ну и, конечно же, Бурмакин Юрий Сергеевич, который пришел к нам несколько лет назад. Мы очень рады, что он тоже к нам присоединился. Ну и, конечно же, я. Я тоже уже почти 10 лет работаю в школе искусств. Вау, ветеран, можно сказать, тоже. Хорошо. Кать, скажите, ну вы же, наверное, учили-то какие-то классические тоже варианты. Вообще, как учат? С чего все начинается? Аккорды только? Ну, на самом деле, до музыкалки я целый год просто играла дома сама, уже на папиной гитаре. Поэтому я начинала с аккорда, с песен. И только вот как пришла в музыкальную школу, начала вникать в классику. Понятно. Классика и вообще что входит в программу? Во-первых, у нас, естественно, это постановка рук, это теория. У нас и сальфеджио, и музыкальная литература. И когда ребята немножко подрастают, когда они уже технически приобретают какой-то опыт, у них добавляется ансамбль, у них добавляется общая фортепиано. Они поют в хоре. Поэтому это такая масштабная система, и, конечно, у нас есть программа. Все начинается, естественно, от простого к сложному. С простых каких-то пьес, постановочных, а потом уже, соответственно, все выше и выше по уровню. А вы можете сейчас сыграть, что дают на уроке, когда оно там, 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 как это вот, тренировка? Упражнения. Упражнение какое-нибудь, сыграйте нам, чтобы побольше задействовать гриф. А вот, мы играем вот такое вот упражнение, одно из наших упражнений, раскроем немножко секреты. Это упражнение для всех четырех пальцев, и мы, конечно же, его играем под метроном. Каждый идет куда хочет. Кто-то до шестой стороны. О, как хорошо. Да. То есть это и для моторики пальцев, да? Да, это и для моторики, и параллельно мы включаем, конечно же, это наш любимый друг метроном. Метроном, мы играем с метрономом, чтобы у нас был внутренний ритм обязательно, чтобы он развивался, да. И, конечно же, мы развиваем наш третий, четвертый палец. Да, они самые такие нехорошие. Это правда, это правда. Вначале они очень слабенькие, и у кого-то сильнее, у кого-то хуже, у кого-то, ну, по-разному. И, собственно, да, и, собственно, вот как раз мы несколько, несколько приемов используем. Это и левая рука, и правая рука, и слух, и еще и играем вместе, да? Хорошо. Такой вопрос, Кать. А что сложнее всего давалось, вот нажимать на эти самые лады, на все лады, что называется, либо бой? Потому что бой – это тоже отдельная история. Я еще помню, мы учились, как мы его называли, по-моему, нежный, что-то такое, медленный. Ну, такой, тарада, вышла ты ко мне ночью, там подолу, ну, переборчик такой. Вот какие? Много у вас в программе вариантов боя? Есть все. Все есть. Все есть. Ну, бой, он добавляет красочности обычно, а баррер – сложности. Но все равно каждый же индивидуален. Вот вы какой, экспрессивный гитарист? На самом деле, когда как, но так люблю больше перебор. Перебор, да? То есть вдумчивый, раздумчивый так. Хорошо. А когда наступает момент, вот мы же, да, когда вот басист, вот это вот, когда рука где-то там, когда начинается разделение, кто на кого хочет играть. Или есть люди, которые просто пришли на классическую гитару, отыграли, ушли. А кто-то хочет пойти наиграть, например, в рок-группе или в поп-группе. Вот на самом деле у нас есть на бюджете именно классическое отделение. Там мы, ребята, учим именно классической гитаре. Но мы всегда, всегда дополнительно, когда сделано наше задание, когда сделан свой репертуар, мы берем электрогитару и дополнительно что-то изучаем. И поем и песни. И вот что ребята сами еще хотят, мы изучаем еще дополнительно материал. Помимо того, что у нас есть своя программа предпрофессиональная, где ребята учатся 5 лет или 8 лет. Вот мы об этом поговорим во второй части. А сейчас у нас будет сюрприз. Мы его готовили. Мне, конечно, очень стыдно. Неожиданно Мария напомнила мне мое детство и молодость. У меня тоже была гитара, я уже об этом рассказывала. Мы так чуть-чуть потренировались. И сейчас вы увидите, как первый ученик пришел, еще ничего не умеющий, но кое-что помнящий. Мы сейчас попробуем одну историю сыграть. Если позволите. Вот Катя. Катя здесь будет главная, потому что я не помню уже ни слов, ничего. Итак, впервые за 100 лет. Чем хороша эта песня, что она, в принципе, бесконечно можно играть. Но если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет, и билет на самолет с серебристым крылом, что взлетая, оставляет земле лишь тень. Курение вредно для вашего здоровья. У меня тоже была мечта научиться играть на гитаре, вот, и даже купили гитару, но я смог чуть-чуть научиться. Видите, я же работаю в нормальном, вот в этом диапазоне. Максимум, что я помню вот такое, что-то у нас есть где-то такое. Ой, прям, видите? О, барре! Последний вопрос, который я хочу задать. Катя, а что вам гитара дает лично? Мне наслаждение. Вот. Вот здесь мы сделаем сейчас небольшую паузу. Напомню, что у нас в гостях была Екатерина Михайлова. Мы ее отправляем готовиться к очередным полетам в мире гитарной музыки. Мария Юрьевна остается с нами, и чуть позже, после небольшой паузы, я же тоже должен в себя прийти. Мы продолжим и пригласим в эту студию Тимура Ахмедова. Что-то где-то у нас всплывает. Мне нравится так уходить еще, да. Перерыв. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и конечно же еще раз напоминаю, что у нас в студии Мария Юрьевна Костюхина, преподаватель детской школы искусств номер 4, заведующая гитарным отделом. А также представляю вам нашего еще одного гостя Тимура Ахмедова, это учащийся школы искусств номер 4. Тимур, а вы же тоже, наверное, начинали с обычной гитары, а теперь вот вы вдруг на электрогитаре заиграли. Как это вообще происходит, этот процесс перехода? Да, я начинал с акустической гитары и потом заинтересовался электрогитарой. Но вы изначально шли, чтобы на электрогитару или неважно, просто на гитару шли? Ну, хотелось научиться, я думаю, неважно. А вы шли потому, что вам нравилось, как кто-то играет, ну то есть какой-то же должен был, или вас отправили туда, вам сделали, поставили перед выбором, либо туда, либо туда? Это было мое желание исключительно. Понятно. Ну вот тогда вам вопрос, я смотрю, что Тимур пока еще приходит в себя, после того, как с нашей студией познакомился. Ну вот действительно, кто-то просто поиграл на гитаре и все это, так сказать, ну вот как я, вспомнит когда-нибудь вдруг в эфире. А кто-то, наверное, рассматривает это, ну как создание своего коллектива, попытку работы. Потому что гитара, ну, наравне со многими инструментами, это такой способ зарабатывания денег. Знаете, как хорошему ведущему в конферанции нужен костюм, который его кормит, так хорошему гитаристу нужна хорошая гитара. Вот есть ребята, которые действительно готовы идти профессионально? Да, да, есть такие ребята. И уже, вот у нас есть, у нас только что Катя была Михайлова, она у нас участвует в очень многих конкурсах, вот как классическая гитаристка. Они купили с родителями себе инструмент уже следующего уровня. Она сначала играла несколько классов на ученическом инструменте, сейчас она купила себе уже очень хорошую гитару другого уровня. Да, мы участвуем в многих конкурсах и областных, и межзональных, и международных, и всероссийских. И поэтому, да, да, я думаю, что дальше Катя пойдет тоже вот, связана будет с музыкой. А Тимур куда пойдет дальше? Я думаю, что и Тимур тоже будет по жизни всегда с музыкой, потому что он тоже очень серьезно относится к этой деятельности. Я вообще хочу пару слов сказать о Тимуре. Тимур пришел изначально ко мне в группу, у меня ведь есть две группы, это песни под гитару и группа электрогитара. Сначала он пришел ко мне, когда был совсем маленький, просто в группу песни под гитару. И мы начинали с простых аккордов, с простых каких-то ритмических задач, которые нужно было решить. Потом, когда он немножко подрос, мы уже перешли в электрогитару. Он у нас теперь и там занимается, и здесь занимается. Он у нас как поет песни. А, то есть и песни поете тоже. Ага, понятно. Потому что я думал, что у вас уже такой образ складывается, как... Вы, кстати, басист или кто? Он у нас и басист, и... А, то есть универсальный. Да, я конечно. Просто, знаете, как всегда басист где-то стоит и с таким вот, как будто бы вот он случайно здесь проходил мимо и играет. И кажется, вроде бы человек ничего не делает. Бум-бум-бум-бум-бум, да? Ну, немножко как виланчель похоже. На виланчелист хотя бы там что-то... А басист значит... То есть такой печальный, грустный образ, неважно, какой коллектив, какая группа. Но оказывается, вы и песни поете. А какие песни? На какую тематику? Это как у костра? Ну, сложно сказать, как у костра, но в основном я пою песни группы кино. Русский рок-н-ролл. Русский рок-н-ролл. Понятно. Вот видите, до сих пор не зря мы с вами сыграли. Тем более скажу заранее, что в финале у нас тоже прозвучит композиция этой группы. Но открыли вы японским произведениям вторую часть. Что это за... Почему Япония? Как-то Япония и... Ну, мы знаем, что Корея там все сейчас с ума сходят по так называемым айдолам, да? Которые поют эти мальчиковые группы всевозможные. А Япония гитара? Расскажу. У нас есть группа электрогитары, и мы с ребятами всегда обговариваем, что мы будем играть, что они сами хотят. И сама им предлагаю какой-то репертуар, и репертуар, который хотят играть они. Вот у нас есть еще одна ученица, это Маша. Она сама выбрала эту композицию, и она, в принципе, сделала аранжировку на эту композицию. Все внимательно продумав, написав, мы еще долго думали над некоторыми гитарными и вообще в целом музыкальными нюансами. Вот, да, вот она очень любит японский поп, и мы вот решили его тоже сыграть, и получился весьма хороший такой эксперимент. И прозвучало на электрогитарах очень здорово. То есть, получается, вам иногда дети приносят что-то такое, что вы начинаете тоже как бы на сторону ученика станете изучать, потому что невозможно на все охватить. Вот, для меня японский поп, например, совсем где-то далеко, тут хотя бы до русского время-время бы осталось, да, и так бы до российского, скажем так. Тимур, скажите, пожалуйста, а что вам дает игра на гитаре? Это какое-то успокоение, какое-то размышление, тем более вы в двух ипостасях, как под гитару, я имею в виду песни, и как уже инструменталист, скажем так. Ну, вообще, игра на гитаре мне дает достаточно много всего. Ну, в первую очередь, это, наверное, взаимодействие с другими людьми из моей группы. То есть, коммуникация. Да, коммуникация. Ну, и много чего нового узнаю. А в группе уже есть какая-то группа играет, да? Сколько человек у вас в группе? Ну... По-разному бывает, да? По-разному бывает. Нет, я имею в виду, а нет уже такой группы, может быть, уже отдельно, где-то там, в специальных помещениях, уже что-то сами репетируете, или пока такого нет? Ну, пока что такого нет. Ну, будет. Будет, конечно. Я знаю, что в Москве, например, масса, ну, по крайней мере, раньше так было, всевозможных заводов, которые там постепенно закрываются, превращены вот в такие репетиционные базы. То есть, ты можешь снять эту базу на какое-то время, и неважно, сколько тебе лет, на чем ты играешь, привет, пришел и работаешь. Мария, у нас времени немного, мы больше, видите, показываем ваш, значит, репертуар, ну, исключая меня, конечно, ни в коем случае. Но все-таки, что нужно, чтобы попасть в вашу школу, насколько ребенок должен быть готов, если, например, есть вариант, если он сам хочет, это одна история, да, а если он еще перед выбором стоит. То есть, вот у вас есть возможность, сказать, прорекламировать не сам, так сказать, процесс, а что необходимо сделать. То есть, там, на услугах зарегистрироваться каких-то и так далее. Да, конечно, и на госуслугах зарегистрироваться, и, естественно, прийти на прослушивание. Ну, и, конечно, нужно огромное желание и любовь к инструменту. И, честно говоря, ребята приходят с огромным-огромным желанием научиться играть на инструменте. Причем как на классической гитаре, так и на электрогитаре. Нет ребят, которые приходят и не знают, зачем они идут. Они изначально уже видели, слышали, разговаривали дома с родителями. Хорошо. Ну и когда подавать документы для новичков, которые будут приходить? Лучше в мае. Ну, у нас есть еще подготовительное отделение, то есть ребята всегда могут прийти на подготовительное отделение, чтобы поступить на классическую гитару, год позаниматься, попробовать свои силы, познакомиться еще параллельно с другими инструментами. У нас ведь много инструментов в школе. Да, да, да. Ну и, конечно же, потом сдавать экзамены и начинать учиться. Ну, мы же помним и вашу историю, что в последний вагон тоже можно попробовать. Да, да, это такой, наверное, был. Вдруг придет какой-то или девушка, или юноша прямо, ну, да. Бывает по-разному. Так что шансы есть. Но, к сожалению, у нас больше музыки сегодня, да, поэтому мы должны завершать. У меня последний вопрос, я не могу его не задать, потому что ребенок, занимающийся хоккеем, это отдельные затраты, футболисты – отдельные затраты, человек, играющий на пианино, на рояле – другие затраты. Сколько же стоит сейчас гитара? Ну, скажем, самая дорогая, наверное, мы не будем обсуждать, но сколько-то она стоит, наверное, вы, наверное, знаете. И сколько необходимо денег для того, чтобы купить, вот, как вы говорите, гитару для начального обучения и дальше уже для более серьезного? На самом деле сейчас, конечно, инструменты подорожали, но есть разные варианты инструментов, и есть хорошее начальное обучение, да, для начального обучения инструменты классические, и есть много разных вариантов, чтобы купить электро-музыкальный инструмент. Тоже вариантов разных много есть, на самом деле. Если начать этим заниматься, искать, то всегда можно найти вариант. У нас также в школе есть инструменты. Огромное спасибо нашей школе за то, что у нас замечательное оборудование, за то, что у нас замечательные инструменты. Ну, то есть скажу всем, что у многих есть мечта на чем-то научиться играть. И гитара всегда стоит, ну, наверное, если не на первой позиции, то где-то рядом, а на второй или на третьей стоят ударные, да? Тут не на гитару, а тут на ударные идут. Ну, как выясняется, потом все можно совмещать, универсализация приветствуется, но вот детская школа искусств номер 4, сегодня даже мы меньше говорим, больше показывайте свой репертуар, и завершим мы сегодня пожеланием спокойной ночи, да, будет у нас. Я так смотрю, репертуар кино, да, Тимур? Кино нравится? Почему? Ведь там же, в общем-то, ничего сложного, это не профессионал, говорит, с точки зрения игры. Или там смыслы? Ну, смысла там много. И очень интересные аранжировки во многих песнях. Понятно. Вот таким образом мы завершаем нашу программу. Будет сейчас песня группы кино «Фрагмент», правда. В студии были Мария Костюхина, преподаватель детской школы искусств номер 4, заведующий гитарным отделом городского подолюберца, естественно, школа, и Тимур Ахмедов. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Ну, все, я ухожу, а мы слушаем группу кино в исполнении учеников, учащихся детской школы искусств номер 4. Сейчас мы сыграем фрагмент из нашего коридорника. Это очень нестандартный концерт тем, что он не классический. И у нас звучит на этом коридорнике не классическая музыка. У нас нет классического страшного черно-белого образа, как на классических концертах. И сейчас у нас прозвучит одна из композиций с нашего коридорника. Этот коридорник дает возможность ребятам расслабиться, не бояться сцены и почувствовать себя более раскрепощенно. Тимур Ахмедов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова